Привет! С вами Людмила Семененко, ваш тренер по стройному образу жизни. И сегодня я вас спасу от очень большой опасности, буквально одной из самых страшных опасностей, которая ожидает, не скажу, что всех, но многих из нас в длинные новогодние праздники, да и вообще любыми долгими зимними вечерами, которые вы проводите перед телевизором. Есть такая у многих привычка, хорошая, плохая, сейчас не об этом, привычка, когда смотришь телевизор, чего-нибудь там пожоевать. Ну, конечно, можно там другие варианты занять руки чем-нибудь полезным, общественно полезным, там белье погладить, носки поштопать, неважно. Мы этот вариант сейчас не рассматриваем. Рассматриваем другой вариант. Если все-таки поесть, то чтобы такое съесть, чтобы ничего не съесть, и при этом еще и похудеть. Вообще есть несколько моих излюбленных вариантов телееды. Когда вы досмотрите это видео, кликните по квадратику, и про эти 5 вариантов телееды узнаете. Сейчас я хочу показать два моих самых любимых. Я тоже люблю телевизор иногда, и особенно просто фильмы. И вот как раз иногда некоторую часть фильма я провожу с такой телеедой. В данном случае первый вариант – это грейпфрут. Очень полезная штука для активизации обмена веществ. Вообще он вкусный. Для любителя, конечно, знаю, что некоторые не любят его горький вкус. Но если вдруг вы не специалист по этому виду фруктов, то предупреждаю, что едят только мякоть. Перепонки есть нельзя. Не то, что нельзя, они как раз главную горечь содержат. Это не как апельсин или мандарин можно есть полностью дольку. Только мякоть. И раньше я разбирала на дольки, а потом ела. Сейчас я так не заморачиваюсь, поступаю очень просто. Поперек разрезаю грейпфрут. Потом беру маленькую ложечку. В данном случае совсем маленькую. Это такая для турецкого чаепития маленькая ложечка. Из там была привезена. Не важно. Самая маленькая ложечка, какая у вас берете. И вот эту мякоть начинаете потихонечку выковыривать. Этот процесс может занять очень много времени. Вкуснятина. Естественно, если у вас нет проблем с желудком. Хотя, в принципе, у меня со студенческих времен был гастрит. Когда нормально стало питаться, когда про него забыла. И такие вещи вполне могу есть. Надеюсь, вы тоже. То есть берете потихоньку, вычерпываете, наслаждаетесь процессом, смотрите фильм. Калории минимум. Активизируем обмен веществ. Да еще и вкусно. Красота. Это один вариант, который я хотела вам сейчас показать. И второй вариант тоже, такой долгоиграющий. Это гранат. Разбираете и по зернышку выковыриваете. Можно пойти длинным путем. Кстати, если вы не знаете, как можно быстро и просто очистить гранат, я вам сейчас покажу. Так. Сейчас. Вот эту серединочку берем, вырезаем. Крышечку как бы, да. Ой, по-моему, хороший гранат попался. Делайте вот так вот надрезы. Неглубокие. Четыре. Можно больше, в принципе. Надеюсь, у меня сейчас получится показать, как это делается. Так, несколько надрезов. Ну, в принципе, апельсин подобным же образом. А потом берете вот так вот. Ой, вот видите, все. Он разбирается вот на эти лепесточки очень легко. И потом спокойненько сидите и курочка по зернышку грызет. Ой, так, все, свят-свят, горшки летят. Хотела взять полотенце, вытереть руки. Так, готово. Вот такой еще один вариант телееды. Отличный, вкусный. Ой, сейчас не удержусь, попробую. Отличный, сладкий. Красота. В общем, еще варианты телееды по этому квадратику на нашем сайте. Длинными зимними вечерами занимайте себя интересным делом. Когда смотрите телевизор и обязательно хочется чего-то пожевать, выбирайте стройные варианты телееды. И обязательно калорийность их тоже учитывайте. Считаете вы, не считаете калории, неважно. Помните, что в любой еде, которая попадает в ваш рот, если это не чистая вода, ну, чай, в принципе, тоже не имеет калорий. Везде есть калории. Не обязательно об этом думать постоянно, но все-таки иметь в виду важно. Потому что если не думать о том, что мы едим, как мы живем, ну, последствия, в принципе, предугадать несложно. Поэтому наша с вами задача – просто заботиться о себе, не сидеть на диетах, будьте бодры, веселы, ставьте лайк, если вам понравилось мое видео. Пусть ваши друзья тоже не толстеют во время длинных новогодних праздников и вообще за зиму. Летом как-то проще, да, там ягодка пойдет. В общем, всего вам хорошего. И помните, главное, все у вас получится. Пока!